Приветствую вас. Если вы посмотрите внимательно на свою ситуацию, то вы увидите, что очень зависимо от других людей, вы увидите, что фактически вам нужны другие люди. Раньше вы опирались, условно говоря, на свою маму. Если раньше вы опирались на свою маму, то сейчас вы пытаетесь опираться на кого-то. Вы говорите о том, что вам не хватает любви ни от кого. Это значит, что у вас внутри самой есть что-то, что вы себе отпрыгаете. Ну и, конечно, безусловно, не прошит горе потери близкого человека вашей мамы. Тоже играет, как мне кажется, существенную роль в том, что вы чувствуете, потому что, вероятно, вы не поплакались, не выплакались, когда это было нужно вам. Вот. И, конечно, сейчас вам очень и очень тяжело. В целом-в целом, мне кажется, что одна из главных проблем, это то, что вы не можете жить по факту для себя. Вы не живете для себя. Вот. Вы привыкли жить для кого-то. Вот. А для себя, она себя спрятаться и не привыкли. Поэтому нужно учиться, как нужно учиться и замечать свои определенные чувства к человеку. Это не потребности именно, которые вы чувствуете возможность сейчас, сейчас. А именно чувства к человеку. Это немножечко разные вещи. Если вы никогда не замечали этого или не разделяли, то сейчас, я думаю, самое время это начать делать. Вот. Ну, для вас, для вашего же, ну, для вашего же блага, для вашего же развития и так далее. Вопрос в том, насколько вы готовы себя разбираться и насколько вы готовы меняться. У меня, например, есть, ну, некоторое, знаете, такое сомнение в том, что вы хотите это делать. У меня есть ощущение, что вы хотите, опять же, как будто бы убежать от себя, да, ну, не разобраться в себе. А это, мне кажется, момент очень привожный. Ну, как мне видится, по крайней мере, привожный достаточный момент. Вот. Поэтому есть вопрос в том, как вы хотите проводить эту работу, да, и хотите ли вы вообще ее проводить. Вот такой момент я хочу вам дать. Более, более простым языком, если выражать то, что я говорю, то можно задать вопрос иначе. Например, насколько вам интересна ваша жизнь. Допустим, насколько она вас интересует. Насколько вы вдохновляетесь в своей жизни. Как часто есть что-то, чем вы вдохновляетесь или чем, например, ну, что способно вас удивить, что способно вызвать у вас неподдельные чувства. Вот. Неподдельные эмоции. Неподдельные ощущения. Вот. То есть, насколько для вас это все живо. Пробуйте обратить внимание на это. То есть, то, что вы чувствуете и ревность, и желание пообщаться с дочерью, это ведь неплохо. Просто из-за того, что, на мой взгляд, на мой взгляд, вы, кроме этого, больше ничего, ну, как бы, не можете. Вот. То есть, кроме этого, у вас, по сути, дел больше ничего нет. Вот. То, для вас это, как бы, ну, центр, центр вселенной получается. Ну, а по факту это, конечно, не совсем так. То есть, не нужно пытаться как-то прямо вот, знаете, радикально себя изменить. Мне кажется, этим вы ничего хорошего не добьетесь. А вот, если вы будете помимо того, что вы чувствуете к, эээ, ну, к, садовочке и прочее, если вы будете помимо этого стараться что-то еще привносить, эээ, ну, в свою жизнь, например, вот, то это уже будет, эээ, ну, наполнять вас совсем новым смыслом. Вот. А еще вопрос, конечно, вызыва, ну, вопросы, точнее, вызывают ваши отношения с мужем. Если вы говорите, что никогда не получали от него любви, то вы ли не могли возникать вопрос? Да? А для чего же вы тогда с ним вместе? И как так вышло, что за такого человека вы вышли замуж? Вот. То есть это тоже очень важный вопрос, на который вам необходимо, как мне кажется, найти ответ, потому что, эээ, проблема с мужем ведь была всегда. Эээ, ну, ну, на мой взгляд, да, проблема с мужем была всегда. Просто, пока была мама, ее удавалось решить эту проблему, ее удавалось компенсировать. А ваша мама не устала и, соответственно, проблему, эээ, компенсировать столы некому. Некому. Вот. Это, соответственно, вас и прикосило. Это процесс, к сожалению, вполне естественный, но важно немножко другого, что эти две проблемы идут параллельно. И обратите внимание, что вы не спрашиваете себя, почему я никогда не получал любовь от мужа, почему я вообще, как я вообще нуждаюсь в том, чтобы получать от кого-то любовь. То есть, что со мной такого, что я, эээ, постоянно в ком-то нуждаюсь. Вот такой вопрос вам нужно себе задать. Вот. Собственно, эээ, как мне кажется, эээ, пустотная, о которой вы говорите, это, эээ, та самая история, эээ, которая касается, эээ, вас, ээээ, самой. То есть, эээ, что я имею ввиду, говоря вас самой. Это история вашего, как мне кажется, стыда. Это история вашего образования себя, как мне кажется. Это история, как мне кажется, ээээ, игнорирования, оставивания себя. Вот, эээ, то есть, вот такие, такие же моменты, на мой взгляд, достаточно важные, эээ, на которые вам необходимо обратить свое внимание. Вот. А, в целом, вы, ээээ, ваша пустота, она болезненная, она неприятная. И я это прекрасно понимаю. Вот. Я понимаю, что вам болезненно, но моя задача, ээээ, заключается в том, чтобы, эээ, избавиться от нее. Моя задача заключается в том, чтобы она эта пустота, условно говоря, эээ, стала частью вас, чтобы она, эээ, была, чтобы она и была, и чтобы она была вам. Вот. Ээээ, тогда, ээээ, тогда, ээээ, тогда, ээээ, мне кажется, что вы в противоте эээ, ээээ, гармонию настолько, насколько, её может обрести человек. Эээээ, вот. И, эээээ, ваша жизнь, наконец-то, будет, ээээо, развиваться развиваться как-то для вас, да, ну то есть вот так, как вам бы этого хотелось, а не в зависимости от других людей. Вот. Вы так научились жить и какое-то время вас всё устраивало, но стоит кому-то выбить, уйти, и в результате естественных изменений и прочего, вы оказываетесь дизерс-дизерс-ориентированы. Это, конечно, есть серьёзная трудность, как мне кажется, по крайней мере. Вот. Поэтому важно сделать вас максимально свободны от этого, не независимы, как может показаться, а именно свободны, чтобы вы свободно распоряжались своей жизнью, чтобы не было такого, что кто-то уйдёт и что вы не знаете, что вам делать, не знаете, куда вам идти и так далее. То есть, в целом, пустота это больше именно про то, что вы себя отрицает. Вот. К сожалению. И, соответственно, это то, на что нужно вам постараться и обратить своё внимание и обратить свои силы. Вот. А психолог, он вам в этом может помочь, психолог вам может оказать необходимую помощь в вопросе понимания себя в вопросах, разбор в себе, в вопросах устраивания таких вот позитивных отношений с другими людьми, вот, и конструктивному общению, вот, чтобы вы, ну, как бы, научились конструктивно общаться с другими людьми. Может быть, тогда вы сможете более корректно выстраивать отношения с близкими и тем самым станете для них более привлекательным и они захотят проводить время с вами. Тут ещё момент такой, что это взаимозависимая история. Чем более интереснее вы себе становитесь, тем больше вас нуждаются окружающие, вот, но тем меньше вы их сами нуждаются в окружающих вас выбьях. Такой вот парадокс, поэтому очень важно, чтобы вы это тоже имели в виду. Я вам рекомендую заняться психотерапией, я рекомендую вам уделить какое-то время, вот, я не знаю сколько вам лет, вы не специально, но, как минимум, достаточно длительный промежуток времени, чтобы иметь возможность дать вам раскрыться и чтобы вы дали возможность психотерапии накопить эффект и позволить вам начать что-то в своей жизни. Узнавать, что-то понимать, что-то чувствовать и так далее. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что мой ответ вызовет у вас определенный отклик, вот, который в свою очередь послужит началом продуктивной работы над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.